Что такое АУЕ и чем опасны эти три буквы, о которых все чаще говорят? Среди уже привычных городских граффити на стенах в последние годы часто попадается аббревиатура АУЕ. Это относительно новая молодежная субкультура, имеющая истоки в тюремной среде. Расшифровывается сокращение просто, но в нескольких вариантах, которые, впрочем, неотличимы по смыслу. Арестантский уклад един, арестантское и уркаганское единство и арестанта упрямы, и, едины. Страна выяснила, кто и зачем популяризирует криминальную культуру среди украинской молодежи. АУЕ в России назвали проблемой национальной безопасности. О движении АУЕ широко заговорили в последние несколько лет, после того как забили тревогу в соседней России. В 2015-2016 годах в российских СМИ стали появляться статьи о новом и опасном явлении АУЕ, которое быстро распространяется среди подростков, особенно в неблагополучных городах за Уралом. В декабре 2016 года на заседании Совета по правам человека России его ответственный секретарь Яна Лантратова назвала распространение идеологии АУЕ проблемой национальной безопасности, требующей немедленного разрешения. Лантратова, как пишет «Медуза», рассказала присутствовавшему на заседании Владимиру Путину, что в российских тюрьмах сидят люди, которые через смотрящих устанавливают в спецшколах и интернатах свои порядки, подростков заставляют сдавать деньги в общак, а тех, кто не может этого сделать, переводят в разряд опущенных. Более того, за многими недавними нападениями подростков на школы ВРФ, по данным российских правоохранителей, стоит также АУЕ. В Совете Федерации даже предложили принять закон о запрете пропаганды криминальной субкультуры. АУЕ приходят в Украину. В нашей стране это явление пока менее известно, однако тоже присутствует. Причем первые упоминания о субкультуре и АУЕ относятся еще к довоенной поре. Примерно за два года до Майдана группы с таким названием начали появляться в украинском сегменте социальной сети ВКонтакте. Темы для обсуждений в таких группах крутились вокруг понятия минус неписанных правил поведения заключенных в любых ситуациях, а также откровенных валебных рассказах о жизни известных криминальных авторитетов, в первую очередь минус коронованных ворах, известных под названием «воры в законе». Минус примечания редукторов. Возраст участников таких групп варьировался от 13 до 18 лет, однако были люди и постарше. Как правило, это были администраторы и случайные посетители авышных групп, делившиеся своим опытом отбывания срока на зоне. Время от времени администраторы групп призывали участников скидываться на греф арестантам, предусмотрительно публикуя номера банковских карточек и клятвенно обещая отчитаться за передачу собранных денег заключенным.